Сегодня день находок. Потери и находки случаются настолько часто, что этому посвятили целый день. О том, где жители столицы теряют и находят свои вещи, а также где можно найти потерянное, узнавала наша съемочная группа. Находила, ну даже да, находила не в городе, не на улице, а допустим у себя на работе, там, деньги. Ну, находила и хозяина, кто это мог потерять. Естественно, если телефон, там что-то нашла, обязательно в милицию куда-нибудь обратилась бы. Потому что, не знаю, сколько раз у меня сестренка маленькая теряла, мне жалко ее постоянно. Мы однажды после одного концерта в зале нашли телефон, да, было дело, мы сразу позвонили по номеру мамы, и там нашелся владелец этого телефона. Вот. Но если найду пять тысяч, увы, не смогу никому отдать. По возможности вернули бы владельца. Ну, вообще, если находим, то есть, ну, чьи-то вещи, то оставляем на видном месте, как правило. Если бы что-то нашел, я бы отдал бюро находок. Обязательно. С 2012 года в Чебоксарах нет бюро находок. Его функции передали Управлению внутренних дел. Теперь централизованный стол находок находится на улице Шевченко, 23. Все документы, которые были потеряны в городе и были найдены кем-то, сдаются сюда. Здесь у нас учитывается, ведется журнал учета, выделена специальная комната, оборудованная всеми средствами пожарной и охранной сигнализации, где хранятся найденные документы, вещи, забытые гражданами. И ежедневно, скажем так, ежедневно даже граждане приходят, обращаются по вопросам поиска своих утраченных документов или вещей. Люди ежедневно обращаются за помощью, чтобы вернуть потерянные вещи. Если их вещи находятся, то их возвращают владельцам. Если нет, выдается справка. Сейчас в отделе около 600 утраченных документов. Но лучший способ что-то найти – быть внимательнее к своим вещам. Евгения Егорова, Евгений Анисимов, Республика.